Приветствую моих адекватных и разумно абсолютных подписчиков, с вами я ваш верный друг и сегодня с божьей помощью мы начинаем рассматривать такую игру как Готика. Предупреждаю, что я точно не знаю сколько у нас идет времени на столь детальный рассказ про эту игру, ибо во-первых эта игра достаточно большая разнообразная и тут есть очень много игровых механик которые я желаю разобрать обсудить облизать а во-вторых эта игра не является еще одной игрой моего детства как это было с тем же аркс фаталис оверлорд попытка выжить в обществе агрессивно настроенных малолетних гоев по пиздюковки я не разобрался с управлением в данной игре и вообще ничего не понял готика была для меня непостижимым объектом наравне социальными навыками и дружбой что поделать юный бебей был тупой и по уровню интеллекта не особо отличался от фридриха ницше зато юный бебей прошел все части дауну вор еще до того как по ней сделали на столку готика была выпущена 15 марта 2001 года из-под пиранья немецкой студии пиранья байтс в нашей же хаоситской федерации она появилась 25 октября 2002 года в годной озвучке от snowball interactive именно с этой озвучкой многие запомнили эту игру а я не запомнила вообще я эту игру еле-еле запустил на современном пк лишь пара патчей один систем пак и горсть волшебной пыльцы помогли мне запустить этот труп франкенштейна без риска того что мой компьютер засунете пистолет в рот и сказав атлант расправил плечи он нажмет на курок ладно не будем тянуть кота за его мягкие теплые усы и начнем перед началом игры нас знакомит с некой предыстории этого мира а именно рассказывает про короля рабара 2 боже сколько букв r за раз я же сейчас сдохну рабар выиграл много воин против всяких унтер югентов но это комбо из побед вдруг решили прервать могучие орки которые были подобны нитшанским очереднярам и поэтому щелкали войска рабара как прыщи на девственной редгарской жопе единственной надеждой на победу была чудо-руда из которой можно было делать магическое оружие способное вскрыть орочь ягузна с помощью этого оружия войска рабара получали над орками какое-никакое преимущество и шансы на победу хоть немного доросли однако кому-то эту руду надо было добывать и в промышленных масштабах и все мы прекрасно знаем что для столь сложной работы идеально подходит высококвалифицированные и трудолюбивые зэки поэтому дабы ускорить процесс добычи столь дивных как поцелуй цыгана металлов король издал указ чтобы всех зеков отправляли в эти самые шахты мы всем обязаны тебе также дабы избежать побега каторжан король приказал магам поставить над зеками магический купол который легко впускал людей внутрь но на желание выйти наружу показывал кукиш и как это обычно бывает что-то пошло не так и купол захватил под себя не только шахты но и прилегающие территории так что в ловушке оказались и зэки и стражники и маги которые этот купол ставили уважение недостойно но и само собой каторжане не упустили возможности и быстро захватили власть в этих богатых ресурсами землях дабы устроить тут свой собственный ебучий арканар после такого фиаско робар 2 мог спокойно сказать ме черт с ними но орки стояли на пороге и делали круговые движения своими гениталиями поэтому королю не оставалось ничего иного кроме как пойти на сделку с зэками он им поставлял еду алкоголь одежду новые аниме тайтлы а взамен каторжане продолжали добывать руду для военных целей это был наверное самый первый случай когда зэки и государство заключали взаимно выгодные союзы хотя хочу заметить что мы тут уже давно и продолжался бы этот союз и дальше пока в один день к барьеру не привели еще одного челобранчика кто он и за какие грехи его хотели кинуть за барьер нам неизвестно не яс также мы никогда и не узнаем его имени но все его называют безымянный что очень даже необычно никогда такого нигде не видел прямо аккурат перед отправкой безымянного за барьер подбегает некий маг и просит об услуге остановитесь каторжник у меня есть для тебя предложение это письмо должно быть доставлено верховному магу круга тратишь свое время ты можешь выбрать любую награду я выбираю любовь они поженились и жили в любви до конца своих лет да я ж пошутил судя по довольной харе нашего кассипоши он не против такой сделки и соглашается на это отправляйте безымянный всплывает на берег дабы показать из чего он состоит на самом деле и его встречать некие хулиганы дабы дать в рыло видимо чтобы он чувствовал себя как дома и погубили бы хулиганы душу невинную если бы не остановил их некий ботяня по имени диего с этого момента и начинается игра меня зовут диего я я не хочу знать кто ты такой на этом моменте игра сразу же дает нам понять что мы не какой-нибудь там избранные а д обычный очередняра которого волю судьбы закинула сюда мне очень нравится когда в видеоиграх мы играем за чмошников так легче сопереживать главного героя если вы понимаете о чем я диего говорит что приглядывать за новичками и крайне советует нам поболтать с ним если ты хочешь пожить еще немного тебе придется поговорить конечно я не собираюсь мешать тебе покончить с диего мы имеем достаточно длинный диалог которым он объясняет нам заположняк в этих землях с его слов мы узнаем что под куполом есть три лагеря изначально был только старый лагерь в котором главенствует некий криминальный авторитет гомес михаил петрович который и ведет дела с рабаром вторым чайна однако появились люди которым не по душе сидеть пердеть под куполом и так появились новый лагерь и лагерь на болотах новый лагерь находится в западной части колонии они думают что смогут просто взорвать барьер если соберут достаточно много руды великолепный план также диего рассказывает про болотный лагерь в котором живут некие сектанты которые молятся какому-то идолу ибо верят что он дарует им свободу из этого чуханского места пока он им ничем не помог напоследок диего говорит нам что старый лагерь выбор настоящего мужика а в остальных нам делать нечего ибо там одни маргиналы и бетарды живут он советует нам пойти прямо сейчас старый лагерь и найти там некого торуса этот челобран расскажет нам как вступить в старый лагерь также диего советует поискать себе оружие около шахты неподалеку и не пытаться пройти через барьер иначе сдохнем завершаем с ним диалог и начинается первая глава игры для начала хотелось бы рассказать вам про управление тут ибо это та вещь которая и сломала некоторым молодым геймерам желание играть в готику все управление здесь вертится вокруг кнопки действия которые у меня забинджена на кнопку control чтобы допустим подобрать бутылку пиваса вам надо просто нажать кнопку control а вот чтобы открыть сундук вам надо нажать control чтобы глав герой сел перед сундуком и затем кнопку вперед чтобы герой этот сундук открыл а чтобы те же самые шмотки перенести из сундука свой инвентарь вам надо зажимать control и кнопку вправо а если хотите из инвентаря сундук то control и влево но в большинстве случаев сочетании кнопок control и вперед будет достаточно чтобы начать взаимодействие с каким-либо объектом боевка тоже вертится вокруг кнопки действия чтобы драться вам надо нажать f дабы герой стал в боевую стойку а затем зажимая кнопку действия надо нажимать стрелочки в зависимости от того какую стрелку вы нажимаете ваш герой будет делать разные удары на самом деле во всем этом нет ничего сложного и разобравшись с этим человек уже не будет говорить что в игре дурацкое управление о нет нет она просто немецкая да и к тому же изначально игра разрабатывалась для консоли так что это объясняет некоторые подобные необычные моменты кстати как бы это не было забавно но всю игру можно пройти не используя мышь клавиатуры будет очень даже достаточно ибо как нормально драться с помощью мыши я и сам не понял я нашел тут заброшенную шахту и оружие в виде кирки а затем нашел меч тут же я сразился против более-менее серьезного противника молодого картокрыса после этого я смотрел еще места поблизости убил пару других творюк за которых получил опыт и покрутив рычажок смог открыть путь старую шахту тут темно как в жопе данмера и даже факел не особо спасает ситуацию а поэтому мне тут ходить страшно шописос немного побродив я наткнулся на какого-то муравья под названием ползун и в неравной схватке боже как же ты дамажишь убил его также я тут нашел какой-то неплохой меч под названием укус шныга который в разы лучше моего нынешнего меча судя по всему это какая-то около хай-левельная зона я нашел весьма сасный лутец вот это я индиана жонс правда глубже в шахты я спускаться не решился иначе этот видеоролик закончился бы моими обосранными портками вот это я сыкло я вышел на свежий воздух и отправился в сторону старого лагеря в сторону цивилизации может у них там и бабы будут хотя учитывая что это чисто мужицкая каторга то на больше чем крашеных мальчиков я и не рассчитываю так же как и среднестатистический зритель моего канала внезапно мне дорогу преградил какой-то мерзкий птиц-мутант боже почему она издает такие мерзкие звуки будто это не птица выживший после аборта хаосит которым во время беременности показывали изображение мануиля голдстрейна цель юмор понимать надо бродя дальше я обнаружил двух чуханов под именами редфорд это тот смуглый и дракс это вот этот который лысый эти два охотника являются членами нового лагеря это можно понять по их синеватому обмундированию и любезно предупреждают меня не идти вперед и бы там охотничьи угодья с теми птицами уродами фу блять рэдфорд рассказывает нам что в этих землях опасности везде и что безымянному стоит быть как минимум осторожным он также подмечает что нашему косипож еще повезло нарваться на этих дружелюбных ребят ибо не все тут так радостно полезут нам с помощью карманы у новичков обычно пусты но кое-кто мог бы убить тебя даже ради простой кирки этот еще русский сегмент кубоёбов не видел там на серверах вообще отбитые уголовники сидят а хули нам майнкрафтером затем разговариваем с драксом который готов с нами поделиться парочка секретов охоты на падальщиков но за бутылку бурматухи хотя судя по его гайдам он сейчас меня обучает как правильно у бабки пенсию отбирать если тебе удастся нанести удар прежде чем тварь укусит тебя не останавливайся продолжай драться и ты одержишь победу не получив ни единой царапины ну ладно хрен с вами ребята я лучше сохранюсь и пойду еще мерзких птенчиков по бью эх навались на косипошу вау новый уровень но бед за каждый уровень вам тут дают очки которые вы потом можете тратить но как и при каких условиях я вам расскажу чуть позже мои сладкие не бойтесь кстати не понимаю почему многие говорят что эта игра прям такая из себя сложная я вроде легко всех понятно через 150 миллионов лет я таки дошел до старого лагеря и тут уже начинается интересное старый лагерь представляет из себя замок которого расположились маленькие домики с местными работягами включая стражников и т.д по нему мы еще успеем побегать а пока что направляемся к торосу вот к этому могучему молодому человеку торус сохраняет вход замок которым помимо всяких шишек включая гамеза также расположились маги которым я и должен отнести письмо но торус нас не пропустит либо пока мы не дадим ему тысячу кусков руды это такая местная валюта я вам потом объясню либо пока мы не станем одним из людей гамеза тогда он нас пропустит задаром ну а поскольку у нас нет денег и щедрости мы узнаем как стать одним из людей гамеза а почему ты думаешь что гамез заинтересуется тобой ты еще не видел как я при пи письки шучу торус говорит что если диего нам так доверять то пусть он и будет нашим покровителем то бишь станет нашим сэмпаем который отвечает за наше вступление в ряды гамеза если что будет нам помогать ну и отвечать за наши косяки для прочих подробностей нам надо будет поговорить уже самим диего также узнаем у торуса можем ли мы чем-то ему помочь и он не хотя говорить что тут недалеко есть один чушпан из нового лагеря по имени мордрат этот сукин дочь крадет вещи людей из старого лагеря а затем этим же людям обратно продает короче самый что ни на есть крокобор и петушок который дрочит на фанфики по капиталу торус и самбо пошел до запихнул мордрату свои шоколадно-кислые пальцы в жопу но есть беда этот мордрат является шестеркой магов и таскает письма между магами огня которые живут старым лагере и магами воды которые куролесят новом лагере уже как же тут все сложно я просто хочу играть в игра тут сложная проработанность мира на уровне квантовой болгарской филологии короче отмечаемся в журнал данный квестик и пока что забываем о нем после него отправляемся к нашему другану диего и радуем его новости что он теперь наш пахан похоже и нашел себе новую работенку спасибо диего что принял меня сиротку батя не объясняет нам что если мы хотим чтобы нас приняли в риды гамеза то мы должны побыть шестеркой для нескольких влиятельных людей в лагере которые носят гордое звание призрак и обладают куда большими привилегиями чем обычные работяги рудокопы если мы получим голоса хотя бы четырех таких ребят у нас официально примут в ряды с двумя призраками мы уже знакомы это диего и торус а вот узнать кто остальные это уже наша задача также диего говорит что нас ожидает некое испытание веры которая заключается в том что мы должны сделать какое-нибудь важное задание для старого лагеря в данном случае нам надо сходить в шахту старого лагеря и забрать у начальника шахты я на список вещей которые необходимы для нормальной работы шахтеров и еще кое-что прежде чем мы продолжим игру самое время рассказать вам про здешнюю прокачку персонажа дело в том что как я уже говорил за каждый уровень нам дают очки навыков но чтобы их потратить нам нужны учителя которые чему-то нас будут учить допустим диего взамен очков опыта качает нам силу или ловкость а дальше по ходу игры мы сможем обучиться более конкретным и сложным навыкам видишь ты стал намного сильнее есть но и теперь начинается настоящая игра а именно нам надо много болтать со всякими челиками выполнять всякие не сложные задания ау и но в первую очередь конечно хотелось бы высказаться по поводу атмосферы в данной игре несмотря на то что тут все серо и уныло как в постели белого натурала но все равно во всем этом что то есть люди сидят у костра все чем-то заняты самое главное жизнь кипит из-за этого данный мир воспринимается совершенно иначе ты в него веришь кроме тех моментов когда тебя убивает какой-то сраный попугай я решил прогуляться по лагерю и наткнулся на одного из призраков по имени слай слай не особо церемонится и говорит что у него есть для нас работа которая заключается в том чтобы найти одного из стражников по имени нэк нэк кек этот девич куда-то пропал и его никто уже не видел либо он сдох либо скрысился на сторону нового лагеря если мы найдем этого нэка то слай замолвит за нас словечко если что скажет что мы клёвый пацан а не какой-нибудь там унылый драчила мы говорим ок и отправляем данный квест в наш журнал тут кстати со многими квестами так так что надо потрудиться чтобы все это уместить у себя в голове но вы уж постарайтесь дорогие мои хорошо я конечно стараюсь тщательно объяснять но если вдруг что-то забудь то вы всегда можете пересмотреть ролик снова и желательно с выключенным от блогом чтобы я и дальше мог спокойно зарабатывать деньги играя в игрушки а не потрачу шахты на какого-нибудь гамеза кстати постепенно бегая по лагере я начинаю понимать что это не какой-нибудь унылый городишко тут есть свои колориты которые могут изрядно удивить сколько раз я говорил вам ублюдкам не проходить через мой дом эй в чем проблема оставь меня в покое парень для меня вы вся проблема как они все пялились когда я строил свой дом не строй дом так близко к котловану говорили они но ни один из этих ублюдков не сказал мне что будет если я все-таки построю его здесь когда я вернулся из шахты несколько дней назад у меня появилась вторая дверь эти свиньи я их ненавижу ты даже представить себе не можешь как я их ненавижу теперь все проходят через мой дом каждый идет но как говорится беда не приходит одна и не успеваю я толком отойти как до меня доебывается какой-то бладвин и требует с меня деньги за какую-то защиту я само собой отказываюсь нет спасибо я сам могу о себе позаботиться а потом какой-то чмурдяй отводит меня за пределы лагеря и пиздит дубинка в ебало эй парень забудем об этом ладно знаете мне этот живой мир уже не так сильно нравится как до этого тем не менее возвращаемся к нашим призракам я пиздовал дальше и наткнулся на некого уистлера который точь-в-точь выглядит как кейн из серии стратегии которую просрали электроник арт спасибо вам уроды привет я здесь новенький и что тебе от меня нужно если ты хочешь чтобы я замолвил за тебя словечко перед диего тебе придется немного помочь мне что мне для тебя сделать украть трусы у кого-нибудь из саус парка уистлер говорит нам сходить торговцу по имени фиск и купить у него дорогой палаш с украшениями за сотку руды он бы и сам сходил к нему но они чё-то не поделили торгаш теперь в обиде на него видимо уистлер начал затирать ему почему альянс сосад а рада круче я бы тоже после такого перестал общаться с человеком ведь всем известно что вов херня босса на настоящие мужики играют володы онлайн я ведь даже когда-то месячную подписку оформил володах когда у них платные сервера появились боже там никого не было я нахожу этого фиска и впервые сталкиваюсь здесь механикой торговли по сути она напоминает здесь немного систему торговли фолочек первых и ничего сверхъестественного тут нет разве что я не понимаю как можно таскать с собой 200 кусков руды это тут деньги как вообще все это с собой носите как я должен тысячу руды принести торус вы чё издеваетесь я должен как минимум с тележкой бегать вы чё это в жопу себе все пихаете зато я нашел еще один референс на нашу с вами жизнь например то что такой же валюты пользуются на донбассе я покупаю уфиска мечи и отношу нашему сладкоголосому я же говорил тебе что это будет не сложно но все равно ты помог мне я помогу тебе если диего спросит меня я замолвлю за тебя словечко ну а пока счастливо оставаться после столь сложного квеста я решил покушать вкусный квадратный голубики и почапал дальше около вечернего костра я обнаружил некого декстера который в тихо рину жрал санкционный пармезан но мы решили нарушить столь дивное время провождение нашим фирменным привет от декстера мы узнаем что он является местным барыга который торгует веществами включая фирменный болотник да да болотник это местный аналог гашиша который сектанты собирают в болотном лагере блин вот было бы такое в православии я конечно не против их нынешнего бизнеса на торговле деть мы говорим декстер что потихоньку подсасываем всем призраком так как хотим вступить в их ряды и уточняем что мы можем сделать для него тот говорит что в болотном лагере есть некий галом который мастерски банчит лечебные зелья является среди сектантов авторитетом если мы сможем купить или украсить рецепт того лечебного эликсира то он с радостью отдаст нам свой голос херня вопрос братишка занесу твое задание свой журнал дай бог свидимся в какой-нибудь двадцатой части кратко про готику перед тем как дальше идти я решил посмотреть чем он барыжет и увидел у него в товарах карту колонии за 50 руды недолго думая я купил этот кулачок бумаги и обомлел здешние карты выглядят очень даже солидно правда полюбоваться долго карты мне не дали и до меня доебался один из представителей болотного лагеря я здесь для того чтобы доставить тебя на пути истинный и не знаю я таких сначала затирают про веру в бога а потом ставят раком и ебут я такое в черной библии видела это произведение по религиозной осмысленности не уступает страстям христовым и фильмом павла люнгина этого молодого человека зовут идол парвис и он ходит сюда ради того чтобы найти новых членов для их лагеря на болотах и просто чтобы просвещать неверных он рассказывает что они молятся некому спящему который периодически приходит к ним в видениях но скоро не смогут увидеть его в живую на какой-то церемонии главный в их лагере некий юберион который первым услышал зовы спящего пять лет назад спящий наделил его мощной магической силой а также остальных особо преданных последователей именно поэтому в болотном лагере при желании можно обучиться магии или ближнему бою или тому и тому также благодаря спящему жители болотного лагеря открыли для себя болотник торговля которым помогает верунам получать от лагерей все что они захотят видимо чудо-трава и вправду такая приятный раз так быстро расходится если мы захотим то идол парвис отведет нас лагер где мы сможем все осмотреть и оглядеть а возможно я даже смогу уверовать и стать одним из них неплохо подумали мы и наш безымянный сказал что обязательно подумает над этим замечательным предложением а пока что я побежал дальше пытаясь переварить всю эту информацию которую я получаю боюсь я предстоит что там с вами творится мои дорогие друзья вроде бы решили сыграть в обычную рпгшку но здешний лор не так прост как может показаться неплохо кстати пока мы тут болтаем на улице уже стемнело и все нпс отправились спать один из стражников не очень доволен тем что мы тут шляемся без дела и отправил нас тоже дрыкнуть заброшенную хибару неподалеку отсюда отправляйся спать я нахожу ту самую хибару и ложусь спать дабы скорее узнать что мне готовит грядущий день а этот грядущий день приготовил для меня целую тележку дел для начала я поговорил с местным поваром по имени снов как дела и так уж плохо если умеешь хорошо готовить у тебя здесь будет много друзей хочешь попробовать душа берись спасибо этот кашевар не является призраком но тем не менее он просит нас о помощи в готовке жратвы а именно просит найти для него несколько мясных жуков и адских грибов он из всего этого будет готовить какой-то пикантный рис от которого потом будете срать как из плазменной царь пушки звучит неплохо также он говорит что уже отправил некого нека на поиски ингредиентов но тот так и не вернулся а этот некст случаем не тот петуч которого у меня попросил найти слай не успеваю я отойти от звезды сериала кухня когда меня доебывается какой-то девич эй парень ты новенький я тебя раньше не видел я пойду с тобой немного ладно уверен тебе сейчас нужен друг я конечно даю этому идиоту понять что мы ему не друзья и что наш главгерой вообще больны на всю голову сатанист но этого полудурка это не смущает и он увязывается за нами скажи а куда мы идем или это будет сюрприз я люблю сюрпризы освободившись от назойливого но уже мертвого фуриёба мы отправились на поиски грибов и мясных жуков благо несколько штук жуков я убил еще в начале игры а вот грибы пришлось собирать неподалеку от лагеря попутно убивая кратодебичей в пещерах этих тварей мы нашли жмура который по амулету на шее является тем самым неком эх почти работягу уважением и лутонем с него амулетик с грибами и жуками мы идем к повару получив нужные ингредиенты он недолго кашеварит и дает нам несколько порций риса мишин комплетейтед а потом мы уже идем спокойно к славе и заявляем что нек сдох а в доказательство предъявляем амулет с его именем собственно из-за этого амулета все и затевалось а ты умный парень думаю ты хотел оставить амулет себе братан даже и мысли не было я слишком тупой для этого если диего спросит меня я выскажусь в твою поддержку еху на нашем счету еще один выполненный квестик и уже аж два голоса для вступления в старый лагерь осталось совсем немного и дело будет сделано но может мне стоит навестить другие два лагеря что интересного меня ждет там может мне лучше попробовать себя еще в чем-то ведь старый лагерь это не единственный вариант обо всем этом и другом вы узнаете в следующей серии нашего многосерийного сериала приключения безымянного очередняры под магическим куполом следующий ролик выйдет скоро я бы даже сказал очень скоро не бойтесь вы доживете до следующего ролика и не успеете состариться в одиночестве за просмотром осторожно modern 2 спасибо за ваши приятные комментарии лайки которые делают мне приятно и всего такому до скорых встреч мои дорогие друзья пока 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 пока